За последние десятилетия население России интенсивно стареет. Увеличение численности пожилых людей и ранний выход на пенсию способствует тому, что старость стала восприниматься как социальная проблема. Согласно классификационной модели ООН, государство считается старым, если доля лиц старше 65 лет превышает 7%. По состоянию на 1 января 2013 года численность пожилых людей в Российской Федерации составила более 33 миллионов человек, что составляет 23,1% населения страны. По прогнозам, в 2015 году в России будет более 35 миллионов пенсионеров. На сегодня в России полторы тысячи домов престарелых, 99% из которых государственные. Проживает в них 250 тысяч лиц преклонного возраста и еще 17 тысяч ждут своей очереди. Как показывает практика, существующая система домов престарелых едва ли может считаться достаточно эффективной не только в нашей стране, но и за рубежом. Между тем в стране успешно работают коммерческие пансионаты для престарелых, где предлагают достойные условия проживания. При этом затраты на содержание почти в два раза ниже, чем в государственных. Таким примером стали открытые в Омской области пансионаты «Гармония-1» в селе Тавричанка Любинского района и «Гармония-2» в селе Медвежье и Селькульского района. Оба учреждения построены по инициативе региональной общественной организации Омский областной финно-угорский культурный центр при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области. Стоит подчеркнуть, что это пилотный проект в Омском регионе, и в нем уже реализованы самые передовые инновационные технологии. Это проект, когда интересы бизнеса и власти практически совпадают, но на этапе стартапа неизбежно присутствуют разногласия, тормозящее развитие социально значимой индустрии. Поэтому для более эффективной деятельности по инициативе Омского областного финно-угорского культурного центра и социальных предпринимателей региона был учрежден благотворительный фонд «Гармония». Фонд необходим для объединения социальных предпринимателей, работающих в сфере создания пансионатов для пожилых людей в Омском регионе, для того, чтобы предприниматели, так называемые социальные предприниматели, объединились в единую систему и достигали своих задач при помощи данного объединения. Ориентируя бизнес на решение социальных задач, фонд ведет прямой диалог с властью, объединяя под своим началом частные пансионаты Омской области и некоммерческие организации. В фонде уверены, что поддержание стабильного состояния пенсионного обеспечения, оптимизация бюджетных средств региона, направляемых в данный сектор экономики, это общая задача государственного и бизнес-секторов. Основной целью благотворительного фонда «Гармония» является всесторонняя помощь нуждающимся пенсионерам. Это адресная помощь, помощь инвалидам, которым необходимо стационарное обслуживание. Наш фонд оказывает содействие при оформлении в геронтологические центры. Также мы оказываем юридическую помощь социальным предпринимателям, работающим в сфере обслуживания пожилых людей. Помощь социальным предпринимателям в работе с пожилыми людьми – одно из основных направлений деятельности фонда. Изменение социального статуса человека в старости диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми людьми. Социальный предприниматель – это в первую очередь топ-менеджер, который готов в работе посвящать 20 часов в сутки, потому что забота о людях пожилого возраста занимает очень много времени, очень много энергии. И делая эту работу, нужно четко понимать, зачем тебе это нужно. Мы посчитали, что те люди, которым оказалась трудная в жизни ситуация, мы должны им помочь, и мы полностью даемся работе и максимально посвящаем себя этому. Важность повседневного внимания к решению социальных проблем категории нуждающихся в помощи граждан, особенно кому за 60, обусловлена ограничением их жизнедеятельности. Одной из наиболее сложных сегодня представляется проблема одиночества и неприспособленности к новым условиям жизни граждан в пенсионном возрасте. Если кто не знал этого, тот не поймет. А я вот по 10 дней одна лежала и в окошко смотрела. Это страшно. Это хорошо еще телевизор был. Это страшно. И книги читала. Мне вот журналы, книги перевозили. А когда человек и на это не способен, я не знаю, это живая смерть просто-напросто. Значит, задача нашего коллектива – проявлять не только сочувствие, но и заботу, душевную теплоту, и как бы вселять их больше оптимизма. Всегда находится такое приятное слово для них. Я стараюсь подбирать хорошие слова. Ну что сделать, жизнь такова, вот так случилось. Ну что теперь, тут ничего страшного нет. Ну, случилось и случилось. Будем дальше жить. Адаптировать пожилых людей к реалиям жизни – это приоритетная цель благотворительного фонда «Гармония». В пансионатах фонда созданы самые комфортные условия для проживания. Проживающие пансионаты обеспечены круглосуточным уходом, пятиразовым питанием, социально-бытовыми услугами. Здесь пенсионеры получат качественные услуги в сфере медико-социальной реабилитации и обретут свой новый дом. Созданием фонда мы хотим еще раз подчеркнуть, что, по нашему мнению, государственное частное партнерство, созданное в Омском регионе, оно необходимо для жителей региона. Мы подтверждаем еще раз, что мы поддерживаем тезис губернатора, что Омск – это социальная столица России. И мы говорим о том, что мы нужны государству. Мы работаем для того, чтобы экономить не только средства региона, но в том числе и бюджетные средства региона. Мы работаем для того, чтобы люди, проживающие в Омском регионе, в частности, пенсионеры-инвалиды, получали поддержку и содействие. И в этом наша основная задача. Проект «Гармония» – это абсолютно новый подход к решению проблемы одинокой старости, когда социальные аспекты становятся выше интересов бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова